Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте! В эфире Минско-городское управление МЧС в студии Анастасия Гарбер. Более 2900 выездов на пожары и загорания совершили с начала года столичные спасатели. На пожарах за это время погиб 21 человек. Далее подробнее о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. В выходные на улице Чкалова столкнулись арендная машина и троллейбус, который ехал в парк. В салоне пассажиров не было. В легковушке же находилось пятеро. Водителей двух пассажиров авто из покореженного салона с помощью специнструмента доставали спасатели. Всех пострадавших с различными травмами доставили в больницы. В начале недели в Минске пенсионерка упала в двухметровую траншею. Без помощи спасателей не обошлось. Инцидент произошел, когда 84-летняя женщина пыталась перейти траншею через мост переулки Краснозвездном. Она споткнулась и упала вниз, повалив ограждение из металлической сетки. Пострадавшую доставали с помощью насилок, пожарного пояса и штурмовых лестниц. С ушибами ее доставили в больницу, но после обследования отпустили на амбулаторное лечение. Минск чрезвычайный. Несколько пожаров произошло в Минске вчера. На улице машиностроителей загорелись деревянные опилки внутри металлической конструкции на территории завода автомобильных прицепов и кузовов. Дальше установки огонь не распространился. Возможная причина пожара – нарушение технологического процесса и короткое замыкание. Пострадавших нет. А на улице Горецкого открытым пламенем горел микроавтобус. Спасателям удалось потушить огонь за считанные минуты. К счастью, никто не пострадал. Однако транспортное средство восстановлению не подлежит. Минск чрезвычайный. Считанные дни остаются до Нового года. Для работников МЧС это напряженное время, так как на прилавках появляется большое количество всевозможных пиротехнических изделий. А проблем и травм, связанных с популярным видом новогодних развлечений, с каждым годом меньше не становится. Поэтому в республике проходит акция «Безопасный Новый год». Работники МЧС обращают внимание граждан на необходимость соблюдения основных правил безопасности при покупке и использовании пиротехнических изделий. Соблюдайте и вы правила безопасности и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.